Сегодня в Одинцовском районе практически все участковые уполномоченные полиции работают на пределе своих возможностей. На них возложены десятки самых разных обязанностей, а количество находящегося в зоне ответственности населения нередко в разы превышает все разумные пределы. Тем не менее службу свою Одинцовские участковые несут достойно. И отчитываться перед жителями им не стыдно. Участковый уполномоченный Алексей Полев отвечает за город Кубинку, поселок Кубинку-8, деревни Подлипки, Репещи и Угрюмова. За год отработано 631 заявление и жалобы жителей. На особом контроле 14 человек. Это ранее судимые и условно осужденные. Наркопритонов на участке не выявлено. Лиц, допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, на профилактический учет не поставлено. Это произошло только из-за того, что семейных дебоширов супруги в большинстве своем просто прощают. Жалко людей и так далее. Себя не жалко, жалко мужа дорогого. Участковый уполномоченный Сергей Фролкин. В его ведении 42 многоквартирных дома, почти 2000 семей и 6000 жителей, половина из которых несовершеннолетняя. 10 садовых товариществ, 3 места массового пребывания людей, 14 торговых объектов. Территория не менее сложная. За отчетный период на территории закрепленного за мной административного участка зарегистрировано 28 преступлений. Из них два особо тяжких. Допущено два преступления имущественного характера. Девять преступлений в сфере нарушения миграционного законодательства. Шесть преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения. И девять преступлений двойной превенции. Двойная превенция – это угроза убийством и нанесение либо побоев, либо легкого вреда здоровью. На участке в 2016 году к административной ответственности привлечено 87 человек. Большинство – за распитие спиртного. После отчетов – ответы на вопросы жителей. Среди наболевшего – противодействие распространению наркотиков. Последний вопрос, может он немножко некорректен. Ну как? Сюда его завозят. И кто-то, как говорят, у нас сейчас модно, крешует это все дело, что оно попадает в городки даже военные. Работа в этом направлении ведется. За распространение наркотических средств одно дело уже возбуждено по факту сбыта наркотиков, одно будет планироваться возбуждаться у нас в понедельник. Поэтому работа ведется, на самом деле, если так вот, к примеру, сказать, что где-то, ну, одно-два уголовных дела в месяц в отношении данных граждан, дела возбуждаются. Покуда есть потребители, тогда есть и распространители. И именно работа с потребителями наркотиков, именно с профилактированным элементом, она важна очень и немыслима без информации у участкового полномочного. Эту информацию способны, соответственно, давать жители о тех потребителях, которые на ранней стадии, скажем так, еще не стали на преступный путь, а только поступила информация о том, что человек как-то неадекватно себя ведет. Участковый, конечно, может не в полном объеме успевает, справляется, и очень было бы хорошо, если общественность готова помочь нам в этом направлении. Поэтому вы останетесь, мы, конечно, обсудим, обменяемся телефонами, и, конечно, с вашей помощью постараемся еще больше и лучше взаимодействовать в данном направлении. На все вопросы жителей были даны исчерпывающие ответы, а затем доверительное общение участковых с жителями продолжилось уже за рамками официального отчета. Петр Горохов, Евгений Муравлев, телекомпания Одинцова.